Филипп Хосе Фармер. Врата времени. Историй об этом человеке были невероятными, даже противоречивыми, но по имеющейся у меня информации все рассказы были правдивыми. Все это настолько заинтересовало, что я был готов уволиться с работы и на свой страх и риск отправиться в Норвегию безо всякого на того согласия своего издателя. А с моей профессией в то время работу было получить нелегко. Все силы были брошены на восстановление цивилизации, разрушенной войной. И умение обрабатывать металл и класть стены из камня ценилось гораздо больше, чем умение владеть пером. Тем не менее, люди покупали книги и тайна этого чужака Роджера Ту Хокса возбуждала интерес во всем мире. Почти все слышали о нем, но те, кто его знал, были или мертвы, или пропали без вести. Я записался пассажиром на старый грузовой пароход, которому потребовалось 7 дней, чтобы добраться до Ставенджера. Когда я сошел на берег, был поздний вечер, но я все же спросил на своем скверном норвежском, как добраться до отеля, в котором, по моим сведениям, остановился Ту Хокс. Перед отъездом я безуспешно пытался заказать там комнату. Проезд на такси стоил очень дорого, бензин был все еще строго нормирован. Мы долго ехали по темным улицам города и остановились у неожиданно ярко освещенного отеля. Фойе было заполнено надменными гостями, которые, по-видимому, все еще радовались, что им удалось пережить войну. У конторки я спросил, как найти Ту Хокса, и мне ответили, что он находится в зале для танцев, где бургомистер Савенджера устраивает бал. Это объясняло оживление фойе. Я без труда разыскал Роджера Ту Хокса, потому что знал его по многим фотографиям. Он стоял в углу танцевального зала, в окружении оживленно беседующих мужчин и женщин. Я пробился туда и оказался рядом с ним. Ту Хокс был среднего роста, приятное лицо с высоким лбом и массивным крючковатым носом. Темнокаштановые волосы, смуглая кожа, однако не более темная, чем у обычного загоревшего на солнце европейца. Но глаза оказались невероятно серыми, холодными и серыми, как зимнее небо в Исландии. Он что-то рассказывал, держа в правой руке стакан с водкой, причем его белые зубы все время поблескивали в добродушной, где-то даже застенчивой улыбке. Его норвежский был не намного лучше моего, говорил Роджер с сильным акцентом и фразы стрелы весьма корявые. Но глубокий, вызывающий доверие баритон, скрашивал все шероховатости речи. Возле Ту Хокса стояла красивая блондинка, которую я тоже узнал по фотографиям. Его жена. Я использовал возникшую в разговоре паузу и представился. Роджер вежливо осведомился, как прошло мое путешествие. Он знал обо мне по переписке с моим издателем. Потом, улыбнувшись, сказал. Я уже боялся, что ваш издатель передумает, и вы не сможете сюда приехать. Он сделал короткую паузу и сожалеюще пожал плечами. Через два дня я покидаю Норвегию, а это значит, что я смогу посвятить вам полтора дня. Я расскажу вам свою историю и буду надеяться на то, что вы найдете ее достаточно занимательной. Пожалуйста, постарайтесь все правильно запомнить. Как у вас с памятью? Она у меня фотографическая, ответил я. Но боюсь, что нам не удастся выспаться в ближайшие два дня. Я готов высушить вас рассказ, как только вам будет угодно. Немедленно. Я только поблагодарю хозяина дома. Минут через пять мы уже были в его комнате. Он поставил на плиту большой кофейник, а я тем временем достал бланк договора, карандаш и блокнот. Я не знаю, сказал он. Правильно ли я поступаю, но мне нужны деньги, а эта книга кажется мне самым простым способом добыть их. Хотя, может быть, я даже не вернусь, чтобы забрать гонорар. Все зависит от того, чем закончится мое путешествие. Я заинтересовался, но ничего не сказал. Роджер быстрыми шагами пересек комнату, взял со шкафа глобус и поставил его на стол. Глобус был сделан еще до войны, и изменение границ, происшедшее за последний год, на нем не отражалось. — Идите сюда, — сказал он. — Я покажу вам, откуда все началось. Я подошел. Роджер медленно провернул глобус, и кончиком карандаша коснулся точки, расположенной неподалеку от западного берега Черного моря. — Плаешьте, — сказал он. — Отсюда я и хочу начать. Я мог бы это двинуть начало еще дальше, в прошлое, но на это нужно время, которого у нас нет. У меня есть рукопись, в которой подробно описана моя жизнь, день за днем, а сейчас начнем с нападения на нефтяные промыслы в Плаешьте. — Плаешьте в Румынии? — спросил я. — Да, Плаешьте — центр добычи и переработки нефти для Германии. Он-то и был целью нашего 9-го воздушного флота, который тогда базировался в Киренаике, в Северной Африке. Прошло 5 лет войны, прежде чем американцы смогли совершить нападение на важнейший центр обеспечения фашистской Германии. Нагруженный бомбами, боеприпасами и горючим с полевого аэродрома в оккупированной части Южной Италии стартовало 175 четырехмоторных бомбардировщиков, чтобы нанести удар по резервуарам с горючим, нефтяным вышкам и ратификационным колоннам Плаешьте. Нам не говорили, что город и нефтеперерабатывающий комплекс окружены множеством орудий всех калибров и что здесь самая большая концентрация зенитных батарей во всей Европе, но даже если бы мы об этом узнали, ничего бы не изменилось. Я был пилотом одного из Б-24, носившим собственное имя — Гая Вата. Моим вторым пилотом был Джим Эндрюс из Бирмингема, в Алабаме, и ему казалось, ничуть не мешало мое происхождение. Я индейец полукровка, мы были лучшими друзьями. Он улыбнулся. Может быть, нужно сказать, что я ирокез по материнской линии, ирокезы близкие родственники Чироки, мой отец был уроженцем Шотландии. Я кивнул и осторожно спросил. Я могу надеяться, что эти сведения упоминаются в рукописи, которые вы мне обещали? Да, само собой разумеется. Итак, командир соединения бомбардировщиков провожил курс ежнее Тиргавеста, и вместо того, чтобы отклониться на север, где должен был находиться Плаеште, он повел машину прямо на Бухарест. Лейтенант Ухокс заметил навигационную ошибку и, как многие другие командиры самолетов, нарушил предписанное радиомолчание. Командир звена не ответил и продолжал упрямо придерживаться неправильного курса. Через несколько минут вдалеке, над самым горизонтом, Тухокс увидел грязно-коричневое облако и понял, что это дым над горящими нефтехранилищами. Первая волна нападающих достигла цели и сбросила бомбы. Он наблюдал за флагманским бомбардировщиком и спрашивал себя, видит ли полковник этот предательский дым? Внезапно ведущий заложил крутую кривую и взял курс на дымящиеся нефтепромыслы. Тухокс и другие пилоты повторили этот маневр. Гай Авата, запустив все четыре мотора на полную мощность, понесся на север. Соединение опустилось на предписанную для нападения высоту в 100 метров. Зеленые кукурузные поля сменились желто-коричневыми полями пшеницы. Каналы, дороги, тропинки, ручейки стремительно проносились под крыльями. На фоне облаков дыма парили огромные серые фигуры заградительных аэростатов. Некоторые висели на большой высоте, другие поднимались, чтобы заменить сбитые и восстановить заграждение. Тухокс был озадачен, хотя и не показывал этого Эндрюсу. Соединение заходило с другой стороны. Инструктаж, проводившийся на протяжении целой недели о положении объектов целей в области нападения, был теперь совершенно бесполезен. При подлете с юга все выглядело иначе, чем на фотографиях разведчиков. Соединение бомбардировщиков еще не достигло аэростатов, как немцы тут же открыли огонь. Копный сено, заросли и полевые амбары оказались замаскированными зенитными установками. 20-мм четырехствольные зенитки и 37-мм скорострельные пушки поливали небо трассирующими пулями и снарядами. Из кюветов по краям дороги и защитных окопов посреди полей били пулеметы. Стоящие в отдалении крытые грузовики внезапно разъехались и открыли новое орудие. Далеко впереди вели огонь батареи и длинноствольных зениток, стреляющих в взрывчатой шрапнели. Облачки взрывов, которые образовывали в воздухе плотный узор. Гая Ватус отрисали ударные волны взрывов. Осколки шрапнели и пулеметной очереди пронизывали несущие плоскости и корпус. Бортовые стрелки вели огонь по зенитным установкам и своих спаренных пушек. Воздух покрылся сеткой трассирующих пуль, снарядов и вспышек взрывов. Преодолеть эту сетку было равноценно самоубийству. Многие машины уже горели. Другие в аварийном порядке избавлялись от своего груза бомб и пытались набрать высоту и убраться подальше. Мощный рев моторов смешивался со взрывами орудий в оглушительную какафонию. Роджер Тухокс остался в звене, которая начала прорыв. Он удивлялся, как его еще не подбили. Все четыре мотора работают, а приборы до сих пор не зарегистрировали ни течи в топливных баках, ни прорыва трубопроводов. Хвостовой стрелок сообщил, что левое вертикальное хвостовое оперение с рулем сорвано. Машина справа от них выглядела так, словно ее фюзеляж разрубил гигантский меч, а самолет слева вдруг провалился, нос его укутался дымом, вероятно от прямого попадания. В следующее мгновение он камнем рухнул вниз, ударился о землю и исчез в ярком шаре огня. Перед аэростатным заграждением звено рассеялось. Летя зигзагами, пилоты пытались уклониться от стальных тросов. Сквозь завесу дыма повсюду были видны баки с горючим и реактивикационные колонны. Один из бомбардировщиков спикировал вниз и взорвался, врезавшись с нефтеперегонную установку. Другой с двумя охваченными огнем моторами медленно вошел в штопор и рухнул на землю. Еще один, тоже горящий, сбросил свой бомбовый груз в поле и попытался набрать высоту, чтобы его экипаж смог выпрыгнуть с парашютами. Взорвалось одно из бензохранилищ, расположенных на Ачибе. Взрывная волна подхватила Гайавату и швырнула ее вверх. Тухокс и Энрис несколько секунд старались удержать машину от падения. Взглянув на машину командира эскадрильи, Тухокс увидел, как она развалилась в воздухе на две части и в облаке дыма рухнуло вниз. Впереди находилось скопление трубопроводов и буровых вышек. Они занимали довольно большую площадь. Тухокс проревел в свой ларингофон. «Сбросить бомбы!» Он ожидал, что бомбардировщик автоматически поднимется, освободившись от своего груза, но ничего подобного не произошло. Роджер повторил свой приказ, но вместо этого на связь вышел О'Брайан, бортовой стрелок из верхней башни, и прохрипел на своем ирландском диалекте. «Газара мертв! Он лежит на бомбовом люке!» Тухокс выргался. Драгоценное время было упущено. Он сосредоточился на новой цели, увидев чуть в стороне грузовую станцию. Взял курс на нее. Эндрис сбросил бомбы, и машина прибавила высоте и скорости. Лицо, вернувшегося назад Эндриса, было грязным и бледным. «Чарли тоже зацепила!» – сказал он. «Кормовая рубка сорвана!» «Ты почувствовал попадание?» – спросил Тухокс. «Я нет». «Я тоже нет», – сказал Эндрис. «Господи, я не верю, что мы сделали это!» Тухокс ничего не ответил. Он повернул бомбардировщик влево по крутой дуге, чтобы снова лечь на прежний курс. Машина дрожала и ревела. Совсем рядом разорвался снаряд, и ветер завлух в кабине. Плексиглаз со стороны Эндриса был продырявлен. Второй пилот безвольно повис на ремнях. Лицо его превратилось в сплошную массу разорванного мяса и раздробленных костей, пропитанных кровью. Тухокс повернул машину на юго-запад, но прежде чем бомбардировщик успел закончить маневр, в них попали еще раз. В салоне кто-то закричал, да так громко, что крик можно было расслышать даже в адском грохоте снаружи и пронзительном бою ветра внутри. Тухокс повел Гая Вату вверх так круто, как только мог. Один из левых моторов охватило пламя, а внешний мотор справа потерял пропеллер. Машина теперь долго не продержится. Нужно было набрать максимальную высоту, а потом прыгать. У Роджера появилось странное чувство. Чувство расщепления сознания. Это продолжалось секунды две, потом исчезло, но он знал, что за этот короткий промежуток времени что-то произошло. Что-то чуждое, что-то неземное. Самым удивительным было то, что он был убежден, что это что-то затронуло не только его. Сама машина и все, что в ней находилось, было вырвано из взаимосвязи нормального или из реальности. Потом он забыл об этом. Паутина из трассирующих пуль, снарядов и молний шрапнели на мгновение разошлась, исчезла, и он пролетел над ней. Или сквозь нее. Грохот и сотрясание от взрывов исчезли. Только ветер ревел в продырявленном плексиглазе пивотской кабины. Вдруг, словно из ничего, появился вражеский истребитель. Он появился так быстро, как будто свалился из какой-то дыры в небе. Но у Тухокса не было времени разбираться в этом. Истребитель мчался, как черная молния. Его бортовые пушки и пулеметы безостановочно выплевывали смерть. Столкновение казалось неизбежным. Внезапно немец лег на крыло и нырнул под Гайавату. Вомбардировщик получил смертельный удар. Его левое крыло обломилось и, кружась, падало вниз. В следующее мгновение Тухокса в Гайавате уже не было. Земля находилась так близко, что выпрыгивать, соблюдая инструкции, было нелепо. И он тотчас же рванул кольцо. Он падал, опрокидываясь в воздухе, и не сразу заметил, что города Пуэшти, который должен был находиться под ним, больше не было. Место его предместий, над которыми они только что пролетали, внизу была лишь немощенная дорога, деревья и отдельные крестьянские дворы. Пуэшти теперь находился так далеко, чтобы увиден только столб дыма над ним. Гайавата был полностью объят пламенем и окутан черным дымом. Тухокс почувствовал резкий рывок раскрывшегося парашюта и облегченно вздохнул. Слева от него под шелковым куполом покачивался еще кто-то. Тухокс узнал о Брайана, своего бортового стрелка. Только им двоим из всего экипажа Гайаваты удалось спастись.